Слышать в тишине возможно. В Иванове состоялась презентация проекта по изучению русского жестового языка. 36 добровольцев с понедельника начнут учиться общению при помощи рук. Проект родился по итогам слета волонтерских организаций «Открытое объятие». Ребята пообщались с участниками клуба «Молодые Ивановские глухие» и поняли, что действительно на территории города Иваново существует проблема общения глухих людей с обычными гражданами, которые слышат. Поэтому они решили помочь ребятам из клуба «Молодые Ивановские глухие» в общении с обычными людьми. И поэтому мы проводим региональный проект по изучению русского жестового языка. Желающих изучить язык жестов оказалось очень много. Занятия будут проходить дважды в неделю. Преподавать азы жестового языка будет Сергей Цветков, руководитель клуба «Молодых Ивановских глухих». По его мнению, владеть языком жестов вполне реально. Не сложный этот язык. Главное понять его суть. Для нас важно, чтобы нас понимали. А насколько все это будет правильно, это не важно. Некоторые волонтеры уже давно готовы стать поводниками между миром слышащих и миром глухих. У нас в городе проходил мастер-класс от людей, которые говорили на жестовом языке, что очень понравилось. Они научили нас самым основным словам. И это очень интересно. Я умею говорить «Здравствуйте», «Спасибо», знаю некоторые цвета. Подобный проект по изучению русского жестового языка «Слышу в тишине» стартует и в Ивановском институте ГПС МЧС. Переговоры, как лучше вписать эти занятия в существующий учебный план, уже ведутся. Это проект уникальный для этого института будет, чтобы те молодые люди, которые учатся спасать людей, они знали этот язык, чтобы в экстренных ситуациях они могли помочь таким людям. В течение трех месяцев участники курса «Слышу в тишине» научатся понимать людей с проблемами слуха. И, конечно же, во время занятий волонтеры будут иметь возможность практиковаться в общении с носителем языка. Первый шаг в этом направлении уже сделан. Оказавшиеся на презентации гости научились бесшумно аплодировать. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.